Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Всех вас сегодня поздравляем с наступившим Новым Годом. Обычно, традиционно этот праздник почему-то не слишком честуется среди православных, среди христиан, ну, главным образом в России, потому что мы живем по календарю Григорианскому и у нас еще пока пост. И поэтому все, что связано с Новым Годом, как будто бы выносится за скобки и с чувством легкой вины и легкого стыда люди, как будто бы ночью тайком едят какие-то постные салаты, понимая, что хочется отпраздновать в семье, но как праздновать, когда пост? И вот такое противоречие разрывает большинство людей на части. А между тем, мне кажется, что этот праздник очень важен для осмысления, о нем можно говорить, и о нем можно размышлять. И сегодня мы собрались в студии вот 2 января, следующий день Нового Года, для того, чтобы поговорить о Новом Годе с позиции вообще новизны. Почему так человек нового ждет? Мы сейчас все друг друга поздравляем с Новым Годом, с новым счастьем. И как будто бы желаем этого обновления, так почему же человек ждет этого обновления? А самое главное, есть ли что-то про это самое новое, про обновление в Евангелии? Связано ли это с каким-то посылом и месседжем от Господа Бога? Поговорим об этом с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Отец Николай, ну мы договорились, что мы сегодня не будем усложнять картину мира, плодить сущности. Вот. Мы поговорим в студии вот нашей свободно и, ну, опять же, просто будем делиться какими-то собственными впечатлениями, мнениями и так далее. Для того, чтобы, ну, я не знаю, взять какую-то отправную точку, что ли, да, при этом разговоре про новое, я долго думал, вообще, с чего бы сегодняшний разговор начать. Ну, какая бы затравка такая классная была бы для того, чтобы нам так свободно обсудить тему новизны. Вообще, как бы, ощущение складывается, что православная церковь, она живет в, ну, такой, культивации ветхости. У нас ветхие старцы, седовласы, и вообще мы любим традицию, которая, в принципе, старинная. И про новое обычно мы говорим с какой-то такой отрицательной коннотацией. Мы обвиняем человека, который вдруг полюбил новое, в модернизме, в обновленчестве, там, и так далее. Я вот думал, думал, я подумал, что, а может быть, начать с сюжета Евангелия от Иоанна, когда приходит Никодим ко Христу. И Христос ему дает какую-то очень парадоксальную установку на то, что нужно родиться заново. Вот к нему приходит некий старик, ну, или человек уже, как минимум, в годах, и вдруг слышит, что в Царство Божие не войдет тот, кто не родится вторично. И как можно, задает вопрос Никодим, родиться вторично? Как мои накопленные года, мое богатство, вот, можно отменить и вторично войти в утробу, что ли? Как родиться-то заново? И вот мне показалось, что это сюжет про Новый год, про, по крайней мере, наши ожидания Нового года. Ну, и отчасти про Рождество. Да, ну, про Рождество мы еще поговорим, мы еще встретимся в этой студии, в праздник Рождества, и поговорим о Рождестве. Но сегодня можно, да, рассматривать наш разговор как некую преамбулу, последнее приготовление к празднику Рождества, чтобы понять, что нам, в общем-то, Рождество принесет в качестве подарка. Так вот, что же такое родиться заново? Или еще есть у апостола Павла фраза, которая нам всем хорошо известна, тоже туда ее до кучи мы ее сейчас приведем, что пока ветхий человек не умрет и не родится новый, пока ветхий человек со всеми своими страстьми и похотьми не отойдет за скобки, нельзя говорить о том, что человек христианин. Ну, это понятно, моя вольная такая трактовка послания апостола Павла. Так что же такое вот это вот самое новое человечество, которое задумано в Евангелии, как вам кажется? О каком обновлении говорит нам Христос? Ну, на самом деле, тема-то сложная, глубокая, да, как бы мы ни избегали глубины. Но вот если говорить об этом, об этих, об этом отрывке Евангелия, который вы первоначально упомянули, о Никодиме и его вопрошании, то мне здесь какие основные смыслы видятся? Во-первых, Христос говорит ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Ну, по сути, фарисейская закваска – это и есть традиционные религиозные установки. И их, как какие-то базовые психологические паттерны, практически невозможно исключить. И эти базовые религиозные установки подсказывают нам, как бы дают такую информацию, что духовная жизнь по образу обычной жизни может быть механистична, может быть предсказуема, может быть как-то структурирована и предугадываема, как бы вот как зона познаваемого. И отчасти так оно и есть, но Христос здесь дает новое измерение, новую глубину и говорит об этом рождении, потому что рождение невозможно предугадать. Даже когда женщина беременна, никто из врачей не может сказать, когда роды состоятся, если это естественные роды. Поэтому в ответ на этот традиционный религиозный запрос, механистичный, можно это назвать фарисейской закваской, я здесь не вижу отрицательной коннотации. Это именно указание Христа на то, что мы как бы детерминированы, определены многими рамками психологическими, естественными физиологическими. И единственный выход для этого – роды. То есть так же, как пребывая внутри матери, мы определены вот этими границами, и только рождаясь, обретаем новые какие-то границы, которые шире, больше. Так же и в духовной жизни невозможно что-то сделать механистично. Например, прочитать 40 акафистов, прочитать 40 раз Псалтирь, и тогда что-то произойдет, тогда ты что-то поймешь. Это то же самое, что вот 40 раз, прочитая акафистов, у тебя появится ребенок, ты там сможешь забыть. Хотя мы с вами знаем, что именно такой подход как бы в православии тоже есть. То есть вот как раз я об этом и всегда думаю, что несмотря на все предостережения Христа, мы неизбежно в это впадаем. То есть это как будто бы такое вот невыполнимое задание, это именно что, максимум, что мы можем увидеть это в себе и отследить, о, оказывается, вот она закваска фарисейская, никуда от нее не уйдешь. Вот сколько советов таких мы с вами знаем, прихожане идут к старцам, которые вот там совместная молитва, там какая-то надо столько-то раз прочитать, еще что-то раз прочитать. Или более народные такие поверья, где в 40 храмах там заказать 40 уст, или в семи храмах хотя бы, или хотя бы в трех. Но это, справедливости ради, надо сказать, что к традиции не имеет никакого отношения, это больше такое прорывается магическое сознание. Но, тем не менее, это тоже традиция, так-то по большому счету, да. Причем это как раз традиция, странно, да, традиция, это то, что вообще передается из уст в уста долгими-долгими годами, но эта вот традиция, условно говоря, в нашей стране прижилась относительно недавно. То есть я вот помню, примерно, когда я вдруг впервые об этом начал слышать, это где-то вот 2000-2006-2005 годы, когда вдруг люди начали приходить вот с этим каким-то странным советом, непонятно откуда возникшим, про 40 этих акафистов, 40 уста в 40 храмах. Мне кажется, это вот когда не хватает именно духовной жизни, даже религиозной, как бы мы к ней не относились, начинает прорываться, как какой-то магизм и язычество. Нет, мне кажется, как раз это и есть паттерн религиозности. Вот, ну, в таком каком-то вот исконном, да, можно назвать это языческий паттерн. Но я сейчас немножко по-другому к этому отношусь, так же, как и в телесном плане, да, то есть многие вещи церковь там в Средневековье маркировала, как сами по себе плохие. Там агрессия, еще там что-то. Но современная антропология с научной точки зрения дает нам понять, что это необходимые какие-то части. То есть это как то же самое, что, например, поскольку, например, там, ну, я не знаю, система охлаждения двигателя, например, она не так уж и нужна, давайте ее там выкинем из машины. Какое-то время ты проедешь без нее, потом просто двигатель встанет. И так же вот со злобой, еще там с чем-то. То есть предыдущие поколения христиан пытались это как-то деконструировать, да, убрать, считать как за лишнее. Но двигатель при этом глох. То есть мы видим, что это вообще с трудом. И даже вот свидетельства жития святых говорят о том, что это непреодолимые какие-то вещи. Поэтому так же, как вот в телесном плане, мы современные христиане многие вещи переосмысляют с какой-то, ну, пусть гуманистической точки зрения или там, но именно принимают эти части, которые раньше маркировались как плохие за то, что необходимо нам. Так же и в духовном плане то, что раньше маркировалось как языческое, оно заранее считалось плохим. Но я так не вижу сейчас. То есть если человек даже приходит, например, поставить свечку в храм, и этим он проявляет свою религиозность, свои какие-то отношения с Богом. Пусть они магические, пусть они обряды верные какие-то, но это их отношения с Богом. И я думаю, что у Бога... Но с Богом ли? ...есть пространство и это принять. Я думаю, что даже самые возвышенные наши, скажем так, молитвы, слезы перед Богом, они тоже ведь как-то частичные. То есть мы не можем какую-то взять вот ситуацию, как вот эта вот молитва самая высшая, например. Ну, например. Или мое вот это вот состояние, когда я вот сейчас с Богом на литургии причащаюсь и чувствую его, вот оно эталон. И ты не сможешь этим эталоном померить других людей. А человек... Я вот просто даже с такими историями стал сталкиваться, что девушка ехала, там, плакала в троллейбусе, да, а наш храм Петра и Павла как раз рядом с депо расположен. И кондуктор к ней подошла и сказала, ну, ты сходи там в храм, помолись, Ангдене, верующая, там вот. Окей, ну, знаешь что, вот тебе там 10 рублей сходи за меня, свечку поставь. Вот такой вот супермиссионерский ход со стороны кондуктора, да, казалось бы. И девушка говорит, а я такая обязательная, вот если меня попросили, я сделаю. Она зашла в наш храм, поставила свечку и, говорит, мне стало так хорошо, вот так спокойно на душе. Вот я хотел бы тут как раз следующее. То есть мы видим на лицо обновление. То есть когда я говорю, когда мы вообще в принципе говорим про нечто новое, мы же можем как бы новое, у нас в этом смысле, насколько широка страна моя родная, настолько широк ее язык. Мы слово новое можем отнести к новому стулу, к новому растению, к новому животному, к новому человеку. И каждый раз это будет новое, новое. То есть новый стул, мы не можем сказать стул молодой, или там стул зрелый, или стул взрослый. Но мы говорим старый стул. Мы говорим старинный стул, да. Ну старый, ветхий, древний там, да, уже пошатнувшийся. Вот. К чему-то способному расти, будь то растение, мы можем сказать, это зрелый дуб или зрелый лес. То есть то, что имеет в себе, в своей сердцевине какую-то жизнь и какое-то развитие, мы можем употреблять вот такие вещи, такие эпитеты. И вот в этом смысле, мне кажется, одно из главных требующих осмыслений, это то, что человек может быть даже в течение дня неравен себе самому. То есть его состояния меняются, и состояния могут становиться новыми. Условно говоря, эта девушка в троллейбусе была сначала одной, и по отношению к тому, что она приобрела в храме, там, я так понял, через разговор с вами, и вообще в целом через вот эту вот религиозную практику постановки свечи, она стала новой, она обновилась. И вот когда отец Николай, поздравляя, не знаю, кого-то с Новым годом, и, может быть, произнося привычные, и, может быть, уже в чем-то избитые шаблонные фразы с Новым годом, с новым счастьем, с новой радостью, он чего желает человеку? Если просто немножко спуститься со сложного богословского уровня на более простой бытовой. Ну, для меня Новый год это праздник ситуации возможностей. То есть мы, когда желаем нового счастья, то есть мы подразумеваем, что оно может быть возможно. И не в пассивном каком-то, как вот то, что тебя настигнет само по себе, а как бы я желаю тебе дойти, добраться, получить, сделать, сотворить для себя. То есть чтобы в Новом году у тебя были возможности достичь этого счастья. Оно будет новым в любом случае, даже если оно старое, то есть смотрите, даже в ситуациях отношений между людьми, да, мы семейные люди, и отношения претерпевают иногда полярные какие-то точки, и со старой в кавычках женой я считаю возможны новые отношения при каких-то усилиях, движениях и так далее. То есть чтобы то, что живо, как вы говорите, то, что имеет потенцию расти, чтобы оно росло, и сам рост это уже обновление, и или то, что там, скажем, мертво, чтобы можно было выкинуть, потому что мертвое занимает пространство живого, как Христос говорит, если дерево засохло, его надо срубить и сжечь, и в этом нету трагедии на самом деле, потому что живое никто не срубает, срубают то, что уже сухое. Но когда мы говорим про дерево, когда Христос говорит про дерево, здесь как бы, ну, действительно, вещь очевидная, срубил, и, кстати говоря, можешь, опять же, этому срубленному, ветхому, сухому дереву подарить новую жизнь посредством дров, когда ты теплишь очаг. Но Христос-то говорит метафорой, и когда он говорит про дерево, имеется в виду человек, вот, не приносящий плода или там высохший, не знаю, от чего, от грехов, от страстей или еще от каких-то вещей, ну, в общем, одним словом, вот эта тема соответствия человека и дерева, она вообще в культуре, в разных народах, в разных культурах, она подчеркивается. У Камбуровой, по-моему, есть замечательная песня, но это не ее песня, мы ее, кстати, недавно здесь вспоминали, этот текст, что я другое дерево, я такое дерево, вот, и в этом смысле уже все не так становится благостно, когда Христос говорит, например, мне про меня, что если я такое самое сухое засохшее дерево, неплодоносящее, то такое дерево, в общем-то, нужно просто срубить. То, что Христос говорит именно про меня, что я сухое дерево, это уже моя интерпретация, а не Христа слова. Ну, в Евангелии-то подчеркивается именно при разговоре с людьми. А можно сказать, что отношения засохли. И если их не срубишь, а если срубишь, может новое вырасти. Может быть, просто надо тогда дать определение, что мы понимаем под практикой срубания, потому что срубить мы как будто бы поставили знак равенства умертвить. Ну да. А срубить можно и, ну, условно говоря, именно обновить, пересадить, дать какую-то новую жизнь, опять же. И потом, ведь на самом деле, часто мы застреваем в отношениях, которые, которые, ну, по каким-то вот, вот у вас на страничке было такое про муравьиные круги. Да, да, да. Когда муравьи попадают в циклический круг и так и бегают, пока все не умрут. Это тоже, мне кажется, вот про отношения. Вот иногда люди попадают в какие-то зависимые отношения, в которых только бегать по кругу. Это, ну, это могут быть зависимые там, алкозависимые, наркозависимые отношения, когда родственники плачут, но деньги дают. И вот это вот все бесконечно по кругу, пока не умирает там, да, человек. Вот эти отношения по кругу циклические, да, вот эти цикличности, они мертвые или приводят к смерти, да, поэтому если ты отношения, приводящие к смерти, срубаешь, это не есть плохо. А если вернуться к нашей передаче и к ее названию и вернуться к вере, вера же это тоже нечто живое, и она должна... Отношения с Богом, да, и эти отношения тоже должны развиваться. Не становятся ли они ветхими, в значении умершими, когда мы начинаем двигаться по привычному, там, скажем, богослужебному, религиозному году, когда все привычно, все, как бы, даже в чем-то статично, мы вроде и двигаемся, но при этом стоим на месте. И в этом смысле, может быть, как священник, чего бы вы пожелали христиану в Новый год, что должно именно как у христиан у них обновиться в отношениях с Богом? Интересный образ мы взяли, дерево, да? И когда вы стали задавать этот вопрос, у меня как раз возник вот этот образ с дерева, и там есть кольца, годовые кольца, когда идет прирост, а потом идет зима, там прирост минимальный, но есть кора, которая защищает вот эти живые слои, она тоже потихонечку отпадает, там трескается, это как же, это образ живого, да, как вот образ церкви, то есть у нас есть постановление соборов, у нас есть там символ веры, это все кольца нашего дерева, то есть когда мы можем какие-то вещи переосмыслить, это не значит, что мы их выкидываем, вот это тоже, мне кажется, это может быть даже черта такого русского сознания, такая категоричность, да, если ты за русский язык богослужения, то ты обновленистый враг, если ты там еще за какие-то вещи, да, вот эта категоричность суждений, она, конечно, ну, свидетельство незрелой какой-то философской позиции, скажем так, если мы можем какие-то вещи переосмыслить, это не значит, что мы их выкидываем, да, если мы говорим, что это кольцо, в церкви было, потом наросло новое, и поэтому вот, если говорить о пожеланиях, да, я бы пожелал христианам в новом году помнить, что в дереве есть разные слои, и если, например, кто-то довольствуется хождением, ну, то есть круги в церкви тоже концентрические, да, то есть кто-то довольствуется, может, прям сердцевиной какой-то, одной, и он может двигаться вообще в другом измерении, да, какие-то, я не знаю, переживать внутри церкви, внутри организма, кто-то довольствуется малым кругом, кто-то большим кругом, мы так или иначе все ходим по кругу в своей жизни, да, как-то перемещаясь, но вот на переднем крае, под корой, есть слой клеток, которые призваны сделать дерево больше, то есть прирастить смысл к тому, что уже есть, опираясь на то, что есть, опираясь на корни, опираясь на сердцевину, на соборы, на святых отцов, на Евангелие, но при этом это будет новое. И вот если мы, как христиане, это осознаем, что в церкви нужны разные, как и апостол Павел писал, между вами должно быть противоречие, потому что, когда прирастает новое кольцо, оно может быть в каком-то неком конфликте, потому что его не было, этого смысла не было. И на самом деле, за последние, там, две тысячи лет, как существует Христова церковь, мы очень много смысла нарастили к Евангелию, к изначальному, но само Евангелие, это уже наращение к тому стержневому смыслу, когда информация о Христе передавалась из уст в уста, как логии какие-то записывались. Поэтому вот этот процесс наращения, он идет всегда. В этом смысле, церковь и не тождественна сама себе, и при этом тождественна своей сути, но при этом она растет, и в смысловом поле тоже. Поэтому вот я бы хотел пожелать, чтобы в нас, как христианах 21 века, было вот это понимание, что новое, оно в чем-то отличное, но в чем-то тождественное сути изначальной. Я еще вот, слушая вас, сейчас подумал, опять же, вернуться к фразе апостола Павла, про этого ветхого человека с его страстьми и похотьми. И вдруг я подумал, что мы попадаем в ловушку языка через паронимы. Но есть такое, кто филолог, тот поймет, есть слова, которые вроде бы как будто бы уже для нас там ясны абсолютно. Ну, там, например, мы говорим, блудный сын, вот из притчи, он жил распутно. И мы, по словам распутно, сразу у нас вот этот пароним срабатывает, что он обязательно блудил, пил, первым делом, что он сделал, получив имение, пошел там очень далеко, надо сказать, в другую страну пошел для того, чтобы найти, простите за проституток и кабак. Вот, и все это дело промотать. Но на самом деле, ведь распутно, если мы просто к самому слову обратимся, мы поймем, что он просто пошел без цели, без пути. То есть, это как я вот недавно мы с нашими прихожанами на эту тему общались, я говорю, ну вот представьте, я вот своему ребенку даю карманные деньги, ребенку 10 лет, я ему даю 500 рублей, например. А он идет и на эти 500 рублей в каком-нибудь, я не знаю, можно ли это произносить, в общем, в магазине дешевых цен, чтобы не было рекламы, он идет, значит, и покупывает всякой мелочи, всякой лабуды, которая потом валяется где-то на полу, а потом в конечном итоге в совочек сметается и выбрасывается. Я выбросил эти 500 рублей. Вот человек, ребенок, блудный сын попросил имения, но не знает, во что его вообще как бы направить. Он просто хочет там как-то жить свободно от отца. Распутно. А у нас четкая коннотация, что он обязательно пошел блудить, пить и так далее. Что, ближе не было, что ли, кабака? Вот, обязательно надо было далеко в страну куда-то уйти. И вот здесь вот тоже, когда я слышу ветхий человек с его страстьми и похотьми, мы сразу себе похоть, все, похоть плоти, похоть от чест, гордость житейская, похоть это обязательно там нарушение седьмой заповеди, страстьми это обязательно курение, алкоголизм, наркомания, там, не знаю, чревоугодие, объедение и так далее. Но ведь страстьми и похотьми, что в сущности скрывается за этими двумя словами? Они как бы образуют некое натяжение, напряжение, между которыми исчезает свобода. Страсть это в сущности страдательный залог, когда, условно говоря, ну и мы именно по этой причине говорим, например, что человек страдает алкоголизмом, например, или страдает наркоманией. То есть уже не он пьет водку, а водка день за днем выпивает его. Уже не он наркоманит, а наркотики зло. Вот, а наркотики уже потихоньку там его начинают, он уже не активен, он уже пассивен. Поэтому ветхий человек со всеми теми страстями, которые его определяют, он должен выйти, короче говоря, из страдательного залога и стать активным. А похоти, ну, соответственно, это наше желание, не более того, похотелки, можно так сказать. Вот между похотью и страстью должен произойти определенный новый разрыв, когда я не руководствуюсь и не определяюсь чем-то внешним, какими-то внешними импульсами. И когда мои желания, мои интенции вырастают исключительно из моей свободы, мне кажется, это какое-то удивительное новое понимание человека, новых отношений. И в этом уже и таятся новые отношения, мне кажется. Может быть, в этом и заключается смысл родиться свыше. Да. Потому что на самом деле сделать это как бы своими усилиями практически невозможно. А именно чудо Рождества, чудо нового, оно в том числе может быть в обращенности нашей к Богу. Что мы, осознавая всю свою детерминированность и замкнутость между этими страстями и похотьми, с надеждой глядим наверх и молимся, чтобы как-то эта ситуация вот к такому, например, потому что это, конечно, такая идеальная картина, когда я действую сам, исходя из себя. Это вот, наверное, как раз в чем-то откровение Христа, которое говорит «Я говорю». Сказано древним «Я говорю». И здесь есть противопоставление в том, что древним говорил Бог, а я вам говорю. Ну, для наших телезрителей поясним, что речь идет о Нагорной проповеди, которая вся построена на таких антитезах, где, значит, сказано древними, говорит Христос, а я вам говорю так-то. То есть сказано там не прелюбодейство, а я вам говорю, тот, кто посмотрит с вожделением на жену брата своего, уже прелюбодействовал с ним сердце. Интересно, я читал толкование, вот эти слова про прелюбодение, там, про убийство, они предваряются, что Христос говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности, там тоже интересный такой момент, что, возможно, это была первая такая антитеза, когда Христос говорит, сказано древним, ни одна черта, ни одна йота не придет от закона, а я вам говорю, что если ваша праведность не превзойдет, то вы не войдете. И, кстати, здесь тоже тема новости, да, то есть какого-то роста, перерастания, когда я способен сделать некого. Ну, это вот именно позиция «я говорю», и она на самом деле ведь, ну, так по большому счету церковь до конца и не воспринята. То есть, если мы посмотрим на писание даже святых отцов, они все ссылаются на какой-то авторитет. Отец Николай, время передачи подошло к концу. К сожалению. Но мы хорошо разговаривались, мне кажется, это... Ну, я уже много раз, каждый раз здесь в этой студии, когда сожалею о количестве времени, я каждый раз говорю о том, что... Ну, моя задача, главное, не дать ответы наши, не дать ответы, а поставить вопросы. Вообще, может быть, сейчас люди отвлеклись от оливье советского шампанского и еще чего-то, и так, о, а я так не думал, я так не размышлял. И, может быть, поразмышляют. Ну, а вот резюмировать, я вот тоже вас слушал с кольцами, возникла красивая такая метафора, и мы этим закончим, поздравляя друг друга и наших зрителей, людей с Новым годом, что если я смотрю на дерево сверху, то я вижу кольца, и там действительно какие-то определенные могут быть хождения по кругу. Но если я могу там в трехмерном пространстве угол зрения поменять, я могу увидеть, например, развитие по спирали, которое сверху тоже будет казаться хождением по кругу, но будут определенные точки, когда они раз, и виток делает свой шаг вверх. Вот это вот движение вверх я желаю вам, нам, и вам, дорогие зрители, с Новым годом поздравляю вас. Я желаю вот этого поиска смыслов не утрачивать. Храни вас Господь праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова